Всем привет друзья! В прошлом выпуске мы с вами разобрали базовые вредные привычки, которые мешают нам развиваться и быть финансово независимыми. Спасибо большое вам за обратную связь, спасибо за поддержку и за комментарии, которые вы оставили под выпуском. На эти темы мы обязательно снимем выпуск и разберем их подробно. А сегодня я вам предлагаю вместе со мной разобрать инструменты, благодаря которым выгодно вложить деньги, даже если их совсем немного. Всем приятного просмотра, видео будет обязательно полезным для каждого, поэтому досмотрите его до конца. Подпишитесь, те кто на моем канале впервые, мы начинаем! Можно ли инвестировать, если у вас мало денег? Допустим, у вас появились свободные 30, 20 или даже 10 тысяч и вы хотите их выгодно вложить. Возникает логичный вопрос, куда и можно ли вообще это сделать? Не все опции инвестирования доступны с такими суммами. Например, очевидно, что вложиться в недвижимость и сдавать ее в аренду не выйдет. Однако это не значит, что с идеей стоит попрощаться. Такие суммы называют микроинвестициями или наноинвестициями. Отношение к ним финансовых институтов крайне скептическое и зря, потому что нередко с таких сумм начинается путь великих инвесторов. Вложив первые 10 тысяч и остановившись на этом, вы вряд ли разбогатеете. Но если это станет только началом формирования вашего инвестиционного портфеля, шансы на успех определенно есть. Куда вложить деньги? Банковский вклад. Самый очевидный способ. Особенно удачным его, впрочем, не назовешь. Средняя ставка при сроке от года до 3 составляет 5,83 годовых. Стоит иметь вклады в виду, если вы не хотите ни в чем разбираться и при этом не готовы к риску. Облигации. Классические облигации – относительно простой финансовый инструмент с фиксированной доходностью. Их смысл заключается в следующем. Компания берет у вас деньги в долг. Взамен она обязуется платить процентные отчисления от этой суммы, а также вернуть номинал облигации «тело займа» в конце срока, на который вы договаривались. В большинстве случаев одна облигация стоит 1 тысячу рублей, и даже на 10 тысяч можно составить небольшой инвестиционный портфель, состоящий из 10 имитентов. Понятно, что доход будет мизерный, но зато инвестор приобретет опыт управления личным капиталом. В среднем доходность отложения в облигации российских имитентов колеблется от 7 до 12% годовых. Акции. Цены и бумаги разных компаний стоят по-разному, так что достаточно небольшой суммы, чтобы стать акционером. Получать прибыль можно несколькими способами. За счет дивидендов. Если компания закончила год с прибылью, ее часть она распределяет между акционерами. Какую именно и каким будет размер выплат каждому, решается на общем собрании держателей ценных бумаг. Если купить акции крупной компании со стабильным финансовым результатом, можно ежегодно получать некоторую сумму. Например, по итогам 2018 года «Газпром» выплачивал 16,61 рубля на одну акцию. Сбербанк – 16 рублей. Чтобы сделать правильный выбор, стоит изучить дивидендную политику компании за предыдущие годы. Скажем, держателям обычных акций могут ничего и не выплачивать. В этом случае стоит купить привилегированные. Они имеют приоритет при распределении прибыли. За счет изменения цены на акции. Стоимость ценных бумаг нестабильна. Можно купить их сегодня по одной цене, а через год 5-10 лет продать значительно дороже. Разница и будет вашим доходом. Вот вам красивый пример. В начале 2019 года акция Apple стоила в районе 150 долларов, сегодня 314. Это сумасшедший рост – 107%, тогда как обычно считается хорошим результатом, когда он выше 3%. Есть абсолютные рекордсмены. Одним из них является Netflix. 5 лет назад одна акция компании стоила в районе 50 долларов, сейчас больше 300. Здесь важно тщательно подойти к выбору компаний, акции которых вы покупаете. Посмотреть динамику стоимости ценных бумаг, учесть разные факторы, которые могут на нее повлиять. В общем, процесс не из простых, но и не ядерная физика. Если у вас есть небольшая сумма, потеря которой не разобьет вам сердце, то можно поучиться разбираться в акциях именно на ней. Хотя, возможно, вы сразу все сделаете правильно. Причем не стоит зацикливаться на ценных бумагах зарубежных компаний. Рассмотрите все варианты. Отечественный рынок акций отличает быстрые темпы роста. Достаточно сказать, что за 2019 год индекс московской биржи, который рассчитывается по 50 наиболее ликвидным акциям отечественных эмитентов, увеличился на 28,55%. Это лишь средний темп прироста. Акции некоторых компаний значительно опережают основной коэффициент развития российского фондового рынка. Важно не путать покупку акций со ставками на их курс. В первом случае вы владеете ценными бумагами, во втором играете в азартную игру, пытаясь угадать изменения их курса. И шансы выиграть не так высоки. ETF фонд. Если не знаете, какие акции выбрать, можно вложиться в ETF фонд. У него уже есть портфель ценных бумаг, и инвестируя в него, вы приобретаете долю этого портфеля. При этом вам не нужно самостоятельно отбирать акции, это уже сделали за вас. PIF. Паевой инвестиционный фонд. Это форма коллективных инвестиций. Кладчики объединяют свои деньги, а управляющая компания распоряжаются ими для получения дохода. Входной порог маленький. Купить и продать PIF вы можете в любой рабочий день. ETF и PIF концептуально похожи. Но PIF доступны к покупке и без брокерского, или индивидуального инвестиционного счета, что несколько упрощает процесс. PIF выгодны тем, что там есть люди, которые принимают решения за вас. В этом же и минус. Все зависит от их компетенций. И вы подвержены внешним факторам риска. Застраховать себя от колебаний рынка вы никак не можете. Это вопросы макроэкономики. Краудлендинг. Это альтернативный вид инвестирования через онлайн-платформы, когда вы даете деньги в долг бизнесу или другому физическому лицу. Российский краудлендинг интенсивно развивается. Сейчас в реестре Центробанка больше 20 площадок. Готовится к выходу на рынок еще 10. По итогам 2018 года объем выданных займов составил более 16 миллиардов рублей. Порог входа здесь достаточно низкий, от 5 тысяч рублей. Инвестор может сам предложить проект сумму и процентную ставку, которые считает необходимыми. Например, если у вас есть свободные 50 тысяч рублей, не обязательно инвестировать всю сумму в один проект. Гораздо выгоднее и безопаснее разделить ее на 5 проектов по 10 тысяч рублей. Краудлендинговая площадка со своей стороны оценивает вероятность провала проекта, так что можно ориентироваться и на этот показатель. В целом здесь действуют те же правила, что и для любой области инвестирования. Чем выше доходность, тем выше риски. Если вам предлагают доходность выше 30% годовых, это серьезный повод задуматься. Маржинальность бизнеса компании, которая берет займ под такой процент, просто невозможна. Если заемщик принимает ставку под такой процент, в большинстве случаев он уйдет в длительную просрочку или дефолт. Это не говоря о том, что такая платформа сама может быть мошеннической. Зайдите на сайт, посмотрите описание компании, состав руководителей, изучите их репутацию, почитайте отзывы на сторонних площадках. Друзья, теперь давайте подытожим и выявим для себя определенные правила. Что стоит помнить, если начинаете инвестировать? Правил несколько и они очень простые. Первое. Вкладывать деньги стоит только в понятные для вас механизмы. Если вы не можете разобраться в том, что происходит с вашими накоплениями и за счет чего формируется прибыль или убыток зависит от везения, лучше не рисковать. Второе. Чем выше заявленная доходность, тем выше риски. Третье. Очень высокая доходность, это всегда повод для сомнения. Чаще всего так действуют обманщики. Четвертое. Если вы планируете спросить у специалиста, куда вложить деньги, помните, сейчас рекомендации по инвестированию могут давать только инвестиционные советники. От прочих их отличает лицензия Центробанка и ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей. Реестр инвестиционных советников можно найти на сайте Центробанка. И пятое. Важно не ставить деньги на одну финансовую высокорискованную лошадку. Лучше разделить их и вложить разными способами. Если один из них не сработает, у вас всегда останется надежда на другие. Спасибо, друзья, что досмотрели этот выпуск. Я уверен, он был полезен каждому. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Ставьте обязательно лайк под этим выпуском и обязательно напишите комментарий. Может быть уже кто-то из вас пользовался данными инструментами. Поделите своим мнением, а также посоветуйте свои. Спасибо большое за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok